Привет, дорогие! Я Ника Болзин и сегодня я поделюсь с вами секретами по уходу за кожей во время беременности. Я вам расскажу, как минимизировать растяжки и что сделать нужно для того, чтобы они не появились. Также поделюсь с вами секретом, как убрать отечность лица. И покажу вам свою маску, очень эффективную, при этом простую. Одна из моих любимых и простых масок, это масочка на основе желтка куриного, оливкового масла и лимона. Что делает эта маска? Эта маска, во-первых, питает наши корни, помогает при выпадении волос, останавливает выпадение волос. Также желток делает волосы увлажненными и питает их. То есть волосы перестанут быть ломкими и сухими. Оливковое масло и лимончик также питают и придают блеск и восстанавливают волосы. Нам понадобится 2 желтка, лимончик и оливковое масло. Оливковое масло у нас где-то 2 столовые ложечки и 2 чайные ложки лимона. Добавляем, значит, лимон. И добавляем оливковое масло. Вместо оливкового масла можно, в принципе, любое масло. Репейное, масло миндаля. Вот у нас готова наша масочка. Как мы ее применяем? Мы ее применяем на корни волос, кладем и на всю голову. То есть на все волосы. Кладем на 30-40 минут. И для лучшего эффекта мы закрываем наши волосики целлофановым пакетом. Лучше всего еще применять полиэтиленовую шапочку. Для того, чтобы маска максимально глубоко впиталась. Ну что, ты готов? Ну что, масочку мы уже нанесли. И пока у нас 40 минут будет маска питать наши волосики и кожу головы, у нас есть время сделать массаж для лица. Наверняка все беременные, да и не только знакомы с отечностью лица. Отеки могут возникнуть из-за того, что мы что-то не то скушали. Либо они могут возникать на 8-9 месяце беременности, когда уже имеет место быть просто физиологическим отеком. И конечно же не очень приятно, когда у нас отекает лицо. Вот именно этот массаж, который я вам сейчас покажу, очень замечательно и быстро избавляет отечность на лице. Самая главная цель – это усилить наш кровоток. Как мы будем это делать? Специальными упражнениями. Также мы будем задействовать специальные точки, которые полностью будут убирать наши отеки. Мы это будем делать. Упражнение по току лимфы двумя пальчиками берем. И от носа делаем вот такие вот упражнения. Начинаем именно с таких. Что значит правильно выполненный массаж? Правильно выполненный массаж означает, когда у нас личико начинает потихонечку розоветь. Первое упражнение. Второе. Делаем каждое упражнение по 10-15 секунд. И вот здесь вот у нас есть две точечки, вы их почувствуете. Тут как бы такие будут узенькие впадинки. И вот эти две точки двумя пальчиками мы массируем также 10-15 секунд. Дальше двумя пальцами у нас идут упражнения от щечек по скулам вдоль наших висков. Также волшебные точки у нас находятся вот здесь вот, где наши ноздри. мы поставили пальчики и по 10-15 секунд. Потом чуть выше, вот здесь вот они. Вот эти вот точки, они, кстати, даже испыляют от отека носа, у кого внутри отекает носик. Так, дальше у нас волшебные точечки вот здесь вот. Вот здесь вот. И еще вот здесь. Ставим два пальчика, между ними расстояние около 3-4 сантиметров. И одновременно. И заканчиваем наш массажик снова вот такими вот упражнениями. Ну вот, нам нужно сделать всего 3 подхода. Ушло буквально 2 минуты, но я чувствую, как приливает кровь к моему лицу. И именно вот этот комплекс упражнений поможет вам избавиться от отечности. Можно выполнять каждое утро и каждый вечер. Масочку мы сделали. Волосики шелковистые, напитанные. Массажик тоже мы сделали. От отеков мы избавились. И сейчас у нас массаж и профилактика растяжек. Наш уход за кожей тела начинается с сухого массажа. Что нам понадобится? Нам понадобится просто специальная щетка для сухого массажа. Этой щеткой нельзя пользоваться в душе. Она конкретно предназначена для сухого массажа. И мы начинаем массировать зоны нашего тела. Хочу обратить внимание, что массировать животик мы не будем. Этого делать нельзя. Потому что мы усиливаем кровоток, а это риски. Поэтому живот во время беременности мы не трогаем. Будем начинать наш массаж снизу вверх. То есть с голени, потом с бедер, с попы. Также будем бачка массажировать. Ручки обязательно. И вот эту шейно-воротниковую зону, где копится вся усталость. Хочу обратить внимание, что это мощный лимфодренажный массаж. Обращаю ваше внимание, что упражнения все, все движения снизу вверх. Ни в коем случае нельзя делать вот такие вот движения. Почему? Потому что вот такими вот движениями мы наоборот можем усугубить. Плюс можем себе, как это говорится, нашировать варикоз. Поэтому очень важно по току лимфы делать массаж снизу вверх. Именно такие упражнения избавят нас от отеков и также даст профилактику растяжек. И сейчас мы перемещаемся наверх. Точно так же. Вот моя любимая зона бедра. Смотрите, как приливает кровь. Я чувствую, что уже ножки потихонечку краснеют. Значит, делаем мы на каждую зону. Начинаем с двух-трех минуточек. Либо мы смотрим по коже. Кожа должна становиться такого розового оттенка. Розовый оттенок признак того, что кровоток усилился. Потом верхнюю часть. Наши проблемные женские места бедра. Нижнюю часть. Нижнюю часть мы также проходимся обязательно. Внутреннюю часть бедра мы не трогаем. Потом, когда мы сделали с вами бедрышки, мы приступаем к попе. Попу мы по часовой стрелочке делаем. Обращаю ваше внимание, что это нужно делать не на одежду, а на голое тело, на кожу. По часовой стрелочке. Одну часть попы. Потом приступаем точно так же ко второй. И дальше у нас идут наши бачка. У кого это проблемная зона, точно так же. У меня, например, проблемная зона. Точно так же бачка. Сильно нажимать не нужно. Потому что сухой массаж, сухая щетка, она и так очень хорошо работает. Поэтому не нужно прикладывать усилия. Мы делаем с вами не антицеллюлитный массаж. Мы делаем массаж для профилактики растяжек и лимфодренаж. Ну что, сейчас мы приступаем к ручкам. И тоже обращаю ваше внимание, что мы делаем по току лимфы. Не вот так вот трем, а по току лимфы. Снизу вверх. То есть, когда у нас ручка опущена, у нас получается снизу вверх. И тоже до покраснения легкого. Все, когда мы ручки сделали, то мы делаем нашу шейно-воротниковую зону, наверное, самую проблемную, по часовой стрелочке. Обращаю ваше внимание, что все упражнения нужно делать по часовой стрелке, потому что круговорот воды на нашей планете происходит по часовой стрелке. Ну вот, массажик мы сделали. Такую щеточку можно заказать на сайте iHerb. Ссылка в описании будет на мой код, который вам даст 5% скидочку. Плюс ко всему у меня есть ника Bolzen iHerb, где я делаю обзоры о витаминах, о бадах, которые я сама применяла и пробовала. Все, значит, кожа у нас разогрета. И сейчас самое время нанести масла. Обращаю внимание, что масла нужно брать натуральные. Как понять, что натуральные? Это, во-первых, стеклянная бутылка обязательно, не пластик. Темная бутылочка. И, конечно же, хорошо, когда масла сертифицированы. То есть, вот здесь вот знаки качества. Это египетские масла. Мне их подарили. Вот, но очень много уже у нас продаются натуральных масел. Значит, я беру и наношу на кожу. Масла можно брать любые. Главное, чтобы это было натуральное масло. Еще очень хороший знак, что масло натуральное. Оно будет пахнуть именно тем, с чего, в общем-то, оно сделано. Вот у меня масло грецкого ореха. Оно очень отчетливо пахнет грецким орехом. Грецкий орех и жужуба. Еще мне очень нравятся персиковые и миндальные масла. И вот именно такие несложные процедуры помогут нам предотвратить появление растяжек. И плюс ко всему, помогут избавиться нам от отеков. Надеюсь, дорогие, что этот влог оказался для вас полезным. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайк. И ждите следующий влог. А во следующем влоге я расскажу три рецепта домашнего скраба, которые не просто могут предотвратить растяжки, но и еще сглаживают и шлифуют старые.